Я понимаю, что это долгожданное событие, потому что вы очень обдуманно и фундаментально подошли к вопросу защиты бизнеса. И это не один раз звучало из ваших уст, что никто, кроме бизнеса, самостоятельно себя не защитит. И вот уже, наконец, вы можете проанонсировать первые результаты объединения. И у нас сегодняшний брифинг «Харьковский бизнес» создает систему защиты. Участники брифинга Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей, Александр Курич, юрисконсульт Ассоциации частных работодателей, Сергей Сильченко, партнер компании ИЛФ, хотелось по-другому, Олег Харченко, вице-президент Ассоциации частных работодателей. Я сразу начну с этапы. Атланта расправил плечи. Там есть золотые слова. Он стоял перед выбором либо драться, либо работать. Он должен был выбрать что-то одно, и на то, и на другое у него не хватало времени. А мы еще добавляем ресурсов и сил. На самом деле, год назад мы все ожидали начала каких-то реформ, и бизнес сильно надеялся, что рано или поздно та среда, в которой мы работаем, наконец-то станет комфортной. И мы сможем спокойно работать и не задумываться о том, что у нас есть дополнительные затраты, как нервные, так и ресурсные, связанные с проверками и с приходом вообще разных товарищей, которые, как правило, приходят не столько проверить, сколько собрать денег. Просто зайти познакомиться и так далее. У нас действительно, мы в прошлом году, где-то осенью, задумались о том, чтобы создать систему защиты для бизнеса, но решили выждать какое-то время, и ожидали, что все-таки реформы пойдут. После принятия двух меморандумов в конце прошлого года по проверкам, мы поняли, что они все равно не работают, и поэтому все-таки приняли решение эту систему запустить. В чем она заключается? На сегодняшний день у нас есть огромный опыт контакта с любыми контролирующими правоохранительными органами, которые приходят с целью вмешаться в бизнес. Мы это именно называем вмешательство в хозяйственном деятельности. И поскольку мы постоянно и системно помогаем членам ассоциации, то мы решили создать систему, которая бы была даже обозначена, что бизнес находится под защитой. На сегодняшний день эта программа называется «Ми бизнес захищена», и главной ее целью, первоочередной, является реагирование моментальное на приход любого контролирующего, либо правоохранительного органа, либо их представителям бизнеса, офис, магазин, предприятие, производство, склад, для того, чтобы оценить ситуацию, насколько есть основание для проверки, любой проверки. И в течение 10 буквально минут принять первые меры для того, чтобы эту проверку вообще предотвратить, то есть, как говорится, зарубить на корню. Таким образом, фактически мы запускаем свой мораторий на проверки, подключаем вот эти действия юридические наши силы, наш опыт. И буквально с сегодняшнего дня эта программа стартует, ее атрибутами отличительными является зеленая метка, которую мы называем, то есть, каждый участник программы будет иметь наклейку на офисе, на магазине конкретную, которая говорит о том, что его бизнес захищен. Здесь есть реквизиты и телефоны, куда он может позвонить в случае прихода любого товарища, который решил к нему зайти. Мы разработали специальную памятку на случай проверки прихода любого, опять же, представителя контролирующего, либо правоохранительного органа. Любой предприниматель, либо его работник, изучив эту памятку, будет знать, каким образом он должен действовать. Первое, это самое главное, позвонить нашему юристу. Как я сказал, уже в течение 10 минут наша задача предотвратить прихода любых представителей. У нас опыт этот есть, буквально за последний квартал у нас было около 12 случаев контактов с представителями милиции, которые заканчиваются через 10 минут, пару контактов закончились через 30 минут. Семь победы. Да, но тем не менее, никто, скажем так, не потратил дополнительных нервных усилий, потому что фактически мы берем разведание эту ответственность и, конечно же, денег. Цель этой программы еще заключается в том, что каждый, кто столкнется с участниками этой программы, тот, кто приходит там срубить бабла, как мы говорим, попытаться что-то проверить, он будет понимать, что увидят на магазине зеленую метку, второй раз он туда не зайдет без острой необходимости. Только если у него будут достаточно веские основания. Мы на сегодняшний день эту программу предлагаем к ней присоединиться всем, кто хочет защитить свой бизнес, быть уверенным в завтрашние дни. О деталях работы этой программы мы вам ответим в том числе на вопросы, но сейчас я передаю слово Олегу Харченко, вице-президенту ассоциации, который тоже расскажет о некоторых деталях вообще подготовки и партнера нашей программы, и бизнес-заключения. Хотелось бы несколько слов сказать, как эта программа будет работать. Вся программа будет делиться на несколько этапов. Первый этап будет состоять из звонка нашего юриста, если к членам нашей ассоциации приходит проверка. Естественно, учитывая памятку, человек звонит нашему юристу, и он по телефону объясняет правоохранительным органам, проверяющим, что им нужно сделать. То есть составные предприниматели будут тоже подразделения оперативного региона, да? Да, составные предприниматели, в смысле? Ассоциации участных органов? А, конечно, да, да, да. Этап второй, если люди не понимают, то наш юрист выезжает на место и уже по месту рассказывает проверяющим органам, что нужно сделать. Третий этап, он, да, самый сложный. Если проверка серьезная, ну, всякое бывает, то мы тут пошли дальше, и мы себе в помощь взяли партнеров, серьезную юридическую компанию, которая вот дальше будет уже представлять на судебных заседаниях наших клиентов, ну, весь перечень. То есть, первоначально вы оцениваете риски от этих проверок? Совершенно верно, да. А потом, если эти риски действительно великие, Серьезно, да, и есть же проверка, которая действительно вот имеет место, вот здесь включаются профессионалы и уже дальше защищают наших, членов нашей ассоциации. Я хочу слово передать нашему партнеру, представителю компании. Сергей Сеевич. Сергей Сеевич, да, да. Он расскажет, как вы. Аккуратно, спасибо. Спасибо большое. Добрый день. Очень приятно находиться в столь серьезной компании, людей, которые точно знают, что они хотят достичь для своих партнеров, для членов ассоциации. Несколько слов о нас. Юридическая фирма ILF, известна также в городе Хайпеве, как в Нью-Полис, значит, имеет уже 20-летнюю историю. Мы были созданы в 1994 году. На сегодняшний момент входим в топ-15 юридических фирм в Украине, ну и ведущая фирма, по сути, в Хайпеве. Среди наших приоритетов, один из очень важных приоритетов, это вопросы социальной ответственности и поддержка малого и среднего бизнеса в регионе. Поэтому, когда мы, собственно говоря, обсудили такую возможность, мы для себя приняли решение, что это как раз одно из направлений, в рамках которых мы можем быть эффективны, можем сотрудничать, поскольку наша ключевая задача – это менять среду вокруг нас, для того, чтобы эта среда действительно была такой, которая давала возможности развиваться бизнесу действительно в спокойных условиях, без тех вещей, которые последние несколько лет мешали развиваться. Собственно, в чем наша роль в этом проекте, как мы ее для себя выделили, согласовали с партнерами? Первое – это действительно обеспечить качественный сервис на уровне для членов ассоциации при проведении проверок, при необходимости, плюс дальнейшие действия, связанные с защитой интересов. По сути, мы достаточно много практикуем в этой сфере, существуют различные кейсы, различные наработки, которые позволяют эффективно защитить, либо же, если все-таки произошло нарушение права законных интересов компании, предпринимателя, то эффективно защитить в суде на уровне административного обжалования и так далее. Понятное дело, что в рамках нашего партнерства мы предложили и согласовали достаточно интересные условия для членов ассоциации, мы даем достаточно серьезную скидку на юридические услуги именно в рамках этого проекта. Я думаю, что для того, чтобы эта зеленая метка действительно стала тем знаком, который будет останавливать многих, люди поймут, что нельзя просто так, нельзя безнаказанно, нельзя забывать о 19-й стадии Конституции, где каждый должен действовать из государственных органов только в соответствии с законом. Поэтому наша общая задача попытаться на уровне Харькова, на уровне региона, а может быть впоследствии, если проект будет развиваться, то и на уровне целого государства, все-таки повлиять на среду и добиться позитивных изменений для бизнеса. Спасибо. Сергей, а на вашей компании уже висит зеленая метка? Вы защитили свой бизнес? Дело в том, что у нас бизнес, он связан с, ну, он юридический. Мы, по сути, мы сами для себя эту услугу, понятное дело, что оказываем, но на самом деле к нам не ходят, потому что знают, что на самом деле это может быть чревато. Понятное дело, есть определенные моменты, связанные с законными требованиями, требованиями, точно так же, как и любой бизнес. И нас проверяет налоговая, нас проверяют фонды, к нам периодически приходят встречные запросы. Но все это отрабатывается в рамках действующего законодательства. И мы всегда заканчиваем, вот если, собственно говоря, мы пишем какие-то ответы, мы всегда говорим о том, что мы готовы к сотрудничеству, но в рамках действующего законодательства и в рамках ваших полномочий. Нет проблем. Александр, я так понимаю, вы боевая единица, которая будет первая вступать в бой и разговаривать, и оценивать те проверки, которые вероятны у предпринимателей. Да, я сразу представлю, это Александр Куревич, юрисконсульт Ассоциации частных работодателей. Он действительно первый, кто будет реагировать на звонки, ну в том числе тоже я. Я добавлю, на сегодняшний день у нас уже есть 25 меток зеленых в Харкере. Кого я помню, ресторан Шенген точно знаю, Триколор компания, компания ВИК, ну сейчас я просто всех не перечисляю, но у нас уже 25 зеленых меток на следующий день есть. Я передаю слово Александру, он расскажет правовые основы, представление интересов членов и каким образом мы вообще оповестим о наличии этой программы органы власти, контролирующие органы в том числе. Добрый день. Так уж сложилось, что при этом проекте я участвую в качестве первой силы оперативного реагирования, которая будет оценивать риск и, собственно говоря, вступать в первые контакты с проверяющими органами, ну не только с проверяющими, в принципе, с любыми лицами, которые будут пытаться действовать вне рамок, точнее, нашего действующего законодательства. В связи с этим хотелось бы объяснить, правовая природа вот этого проекта, она основывается на усиливающемся влиянии общественности, которая сейчас набирает обороты в Украине. Скажем, до 2008, до 2007 даже года, в принципе, влияние общественности было практически минимизировано и в силу отсутствия законодательного регулирования вообще, в принципе, общественная организация принимала очень маленькое участие в общественной жизни, как ни странно звучит. Но с принятием ряда законодательных фактов у нас в стране мы, в принципе, получили эту возможность и на сегодняшний день пытаемся ей пользоваться. Особенно ввиду того, что происходит торможение ряда реформ, которые хотелось бы быстрее притворить в жизнь. Поэтому на сегодняшний день устав нашей организации и, собственно говоря, законодательства Украины позволяют нам представлять интересы наших членов при контакте и с проверяющими органами, и с судебной властью, и прочими-прочими субъектами, которые, в принципе, эти контакты могут быть не всегда в рамках закона. И в связи с этим нужно обезопасить максимально бизнес, который на сегодняшний день правового образования практически не имеет. Проблема ведь в том, что большинство наших физических лиц, предпринимателей, предприятий, многие начинающие, многие даже действующие, не ведут, не проводят работу на своих предприятиях по поводу правового образования. И Министерство юстиции в этом плане, это его на сегодняшний день функция, прямая государства проводить правового света и грамотян, и предприемств, и наймных этих працівників. Они эту функцию, на жаль, не дуже выполняют в частности и, так сказать, в полном объеме. В связи с этим мы решили этот процесс вмешаться на него и попытаться ускорить процедуру вот этого образования. То есть на сегодняшний день этот проект остро необходим, потому что контакты в основном происходят вне законодательного поля. И в связи с тем, чтобы осветить еще этот проект документально, мы разработали небольшое письмо в контролирующие органы все, которое на авиа будет отправлено в этом письме, в общем-то вкратце говорится о, опять-таки, правовых основаниях, почему мы можем это делать. И, собственно говоря, предлагается сотрудничать и действовать в рамках законодательства действующего при проверках и при проведении деятельности. То есть не выходить за их рамки добровольно и без последствий, пока на сегодняшний день. То есть вот вкратце то, чем нужно заниматься. Спасибо, Александр. У Александра сегодня день рождения еще. Значит, мы еще к этому письму обязательно приложим образец нашей зеленой метки, чтобы контролирующие органы знали, что она есть. И уже были оповещены, что бизнес, уже есть бизнес, который участвует в рамках этой программы, защищает свои интересы. То есть то, что мы хотели сказать, мы готовы ответить на вопросы, которые, возможно, есть. Скажите, вот существовало много и существует много таких организаций, включая профсоюз, предприниматели, и несколько их профсоюзов существует. Вы как-то этот опыт отслеживали? Все эти 20 лет, допустим, они в меру своих возможностей защищали интересы. Вот вы как-то этот опыт изучали, насколько он был эффективен? И что вы на уроку предлагаете? Мы знакомы с опытом минимум трех профсоюзов предпринимателей Харькова и области. И мы с ними контактируем, и даже они являются членами нашей коалиции. Первое, самое главное, то, что мы выяснили, выяснили, огромная проблема о том, что системной юридической защиты не предоставлял никто. То есть фактически юридическое обеспечение предоставлялось только в случае потребности. Мы говорим, что такое обеспечение будет постоянным, и член ассоциации сможет в том числе получить любую консультацию в телефонном режиме абсолютно бесплатно. Это первое. Второе, очень важный момент о том, что мы втягиваем в этот процесс все контролирующие правоохранительные органы. Они будут оповещены о существовании этой программы, и мы конкретно прописываем в этом письме, какие будут последствия вдруг, если вдруг их работники нарушают законодательство, либо не имеют достаточных оснований. Мы в том числе будем привлекать в случае совсем уж, как говорится, незаконных действий средства массовой информации, в том числе журналистов, чтобы они освещали ситуацию, которая есть. Рано или поздно мы будем обязательно привлекать в том числе оперативную съемку, будем выкладывать это в интернете, и рассказывать с фамилиями, с именами о конкретных людях, которые участвуют в незаконных действиях, если таковые есть, и даже будем оповещать и информировать общественные факты в коррупции. Это главное отличие, которое есть в нашей программе, от всех программ, существовавших до этого. То есть фактически они до этого были пассивные, мы предлагаем активную защиту. То есть мы будем проводить профилактику и от дальнейших действий в отношении бизнеса. Естественно, мы будем настаивать, чтобы бизнес, который является участником этой программы, вводил свою деятельность в правовое поле, если она не совсем там находится. То есть это касается и оформления работников, которые могут работать нелегально. Это необходимость получения разрешения лицензии, если таковых нет. Это, например, честная оплата налогов, без использования налоговых яв. Потому что в данном случае наша защита работать не будет. Если человек конкретно воспользовался услугами, обналичивающей конторы, то он, естественно, должен отвечать по закону. И мы единственное, что можем предоставить, это уже юриста, который поможет в судебном порядке просто отстоять его интересы и права. Но ему придется отвечать. Есть еще вопрос? Да, есть еще вопрос. Я на данном случае представляю, здесь на грифинге газета народной конторы. Саша, ответьте такой вопрос. Насколько я понял, то есть теперь каждый обладатель наклейки, то есть может прийти в офис, получить, очевидно, в офис Ассоциации частных работодателей, может ее получить, наклеить у себя на видном месте где-нибудь, в своей компании, на двери, там, неважно где. И он будет автоматически получать защиту. Или существуют какие-то нормы, требования, то есть, ну вот, где наклеить грузяк, как купить, что с ней делать. Почему мы подчеркнули, что воспользуется программой может только член Ассоциации частных работодателей на сегодняшний день, потому что согласно законодательству, устава и законам программательских объединений и еще, кстати, закон 877 про основные засады державного на ляду и контролю, статья 20, мы, согласно этих норм, имеем право официально представлять интересы своих членов. Это первое. Второе. Кроме всего прочего, при вступлении в Ассоциацию у нас есть кодекс членов Ассоциации. Это 7 понятных пунктов, которые являются Конституцией. В том числе, Конституцией внутренней, подписывая кодекс члена, новые члены Ассоциации обязуются не только честно вести свой бизнес, соблюдать законодательство страны, в котором он ведет деятельность, но и в том числе не порочить имя той же Ассоциации и в том числе того проекта, в котором он участвует. Если он нарушает законы, будет пытаться прикрыться этим проектом, придите меня защитить, а я до этого там не совсем честно иду в деятельность, то мы сразу говорим, что этот номер тоже не пройдет. Мы готовы помогать легализировать бизнес, выводить его в легальное поле. Поэтому не каждый бизнес, который хочет воспользоваться этой программой, должен сделать все, чтобы его деятельность была в рамках существующего законодательства. Мы готовы в этом помочь. Поэтому приходите, присоединяйтесь, становитесь членом Ассоциации, мы на абсолютно законных основаниях будем защищать ваши интересы. Сергей Балпионович, уже защищенный предприниматель. Что нужно для того, чтобы вступить в Ассоциацию, где это можно сделать и как? В Ассоциацию можно вступить легко. У нас есть сайт APR.UA, он есть, кстати, на зеленой метке. Здесь есть QR-код. Если вы увидите где-то на магазине эту зеленую метку, с помощью своего смартфона вы можете отсканировать QR-код и сразу попасть на страницу, где вы можете зарегистрироваться на членство в Ассоциации. После регистрации вам перезвонят пресс-секретарь, отправят вам необходимые документы, это заявление и анкета члена, и кодекс члена Ассоциации. После чего вы заполняете, приходите к нам на совет, либо в любое удобное время, и вступаете в Ассоциацию. Одним из обязательных условий членства в Ассоциации есть плата членских взносов, потому что мы работаем и осуществляем свою деятельность только благодаря взносам членов Ассоциации. Мини-коммерческая организация неприбыльная, и только членские взносы позволяют нам абсолютно конструктивно, эффективно работать. Коллеги, если есть вопросы, тогда завершающий вопрос. У меня, если можно кратенько ответить на него каждому, то есть изменилась ли ситуация и вообще климат в бизнес-сообществе за последние полгода? Как, на ваш взгляд, Олег? Скажем так, походу не очень, пока изменился. Собственно, зачем мы этот проект и создаем, чтобы как-то все это менять? Пока не особо. Вы не чувствуете, в общем, этих изменений? Я хочу сказать, здесь надо смотреть на две стороны вопроса. Первое, то, что изменилось общество, это однозначно. То есть сейчас, если выбирать, так как было раньше очень часто, между тем, чтобы пойти договориться или пойти защищаться, очень многие выбирают идти защищаться. И, собственно, события в стране показали, что нет ничего невозможного. Это первый момент. Второй момент – это существенное усиление влияния общественных институтов, которые реально получили доступ к управлению процессами, связанными с деятельностью бизнеса. Я хочу сказать, что на сегодняшний момент очень активно формируются общественные советы в различных госорганах, создаются очень серьезные экспертные группы по реформированию отдельных направлений. Я, например, если говорить обо мне, работаю в трех группах при Министерстве аграрной политики. Мы работаем с РПР в рамках реформирования медицинского законодательства. То есть есть очень много различных способов, где можно абсолютно целенаправленно и системно менять среду. Но если говорить на уровне операционной деятельности, конечно же, первый момент – это то, что существуют моратории на проверке. И это на самом деле немножко все-таки какой-то лоток воздуха, убрал лишние проверки. Но с другой стороны, глобально не поменялся менталитет тех, кто работает в государственной группе. Вот это самая большая проблема. Когда люди будут четко понимать, что их задача – не выполнять полицейские функции, а содействовать развитию бизнеса, поскольку это даст возможность оплатить налоги, даст возможность увеличивать стоимость бизнеса, даст возможность, по сути дела, формировать средний класс. Вот когда это произойдет, можно будет говорить о существенных изменениях. Я присоединяюсь к коллеге. На самом деле, показан столько воткий период, вряд ли что-то серьезное. Это не чувствуется. Ну, средний класс, к сожалению, он, по сути, пострадал. И от экономических, скажем так, процессов, от того, что происходит в экономике. И на сегодняшний момент действительно большая проблема – это то, что люди очень часто стоят перед выбором. Опустить руки и пойти по течению, или бороться. Мы поддерживаем тех, кто будет. Отлично. Александр Ильич. Да, я еще немножко уйду в сторону, потому что наверняка витает вопрос, но его мне задали. Насколько затратно стать участником ассоциации и стать участником программы? На самом деле, затраты бизнеса эквивалентны чашке кофе в день. Вот посмотрите, какой кофе вы пьете, сколько оно приблизительно стоит. Можете на 30 дней, вы поймете, сколько приблизительно стоит участие в ассоциации и в этой программе? На самом деле, это недорого, решать проблему всегда дороже. По поводу климата, на самом деле, изменения, действительно, я присоединюсь к предыдущим двум спикерам, изменений особых не видно. Они происходят все-таки внутри, в менталитете, в первую очередь, бизнеса и общества. Общество потихоньку научилось исполнять некоторые функции государства и начинает потихоньку государство заменять. И роль бизнеса в этом процессе неимоверно важна, потому что бизнес должен стать главным локомотивом реформы вообще в целом. Наша задача, как бизнес-ассоциации, и поскольку мы являемся еще и членами национальной платформы малого и среднего бизнеса, это построить наилучший бизнес-климат в Украине, если взять за учет весь континент. Это та цель, к которой мы будем идти неукоснительно. И в рамках этого необходимо, естественно, провести реформы, пока что, которые не идут. В первую очередь, это касается реформы налоговой системы. Ее нужно строить, начиная от концепции, с нуля, потому что переделать то, что есть, бесполезно. Это, естественно, дирегуляция и передача части функций государства саморегулирующим организациям, в том числе бизнес-ассоциациям. Мы абсолютно нормально можем выдавать часть разрешений, дозволев, в том числе даже лицензии, бизнес-ассоциации могут профильным бизнесом выдавать, например, строительные лицензии. Это нормально, такой опыт в мире есть. То же самое регулирующие организации могут регулировать вообще определенные ниши бизнеса самостоятельно, без вмешательства государству. При этом мы получаем замену сокращения персонала госслужащих за счет того, что части функций не будет просто. Это позволит сэкономить расходную часть бюджета, сокращение вообще контролирующих органов, которых на сегодняшний день около 80, позволит сэкономить миллиардов 25 приблизительно из бюджета выдатковой частины. И эти функции могут исполнять абсолютно бизнес-ассоциации. Вот эти реформы, на которых мы сегодня настаиваем, позволят создать более либеральную экономику в Украине, более свободную, которая позволит свободно, динамично, что самое главное, развиваться и открыто, прозрачно наполнять бюджет средствами, которые потом можно использовать на решении социально-экономических проблем как целого государства, так и регионов. Ну и, естественно, децентрализация, о которой все говорят, потому что два дня назад я, например, услышал отчет о том, что первый этап децентрализации закончился. Мне очень стало интересно, чего же произошло такого, я ничего не заметил, честно говоря. Возможно, это опять отчитались на бумаге, но никаких изменений нет. Я, в первую очередь, советую не опускать руки, делать то, что мы делаем, каждый на своем рабочем месте. Мы, как бизнес-ассоциация, готовы отстаивать и будем дальше ставить интересы малого и среднего бизнеса, защищать и лоббировать его на всех уровнях власти. Александр, обнадеживающие слова скажите по поводу климата и бизнеса. На сегодняшний день происходит процесс, который, можно в двух словах сказать так, что меняется упаковка пока, но содержимое пока не меняется. То есть на сегодняшний день путем переименований, путем реорганизации, путем каких-то изменений на словах, многие вещи в виде реформы не происходят. На сегодняшний день даже те заявленные изменения в списке контролирующих организаций, они, в принципе, на сегодняшний день не проведены. То есть существуют устные заявления о ликвидации, например, и ветеринарной милиции, и по борьбе с организованной преступностью, отделением при МВС. На сегодняшний день фактически люди находятся на своих рабочих местах, исполняют функции, хотя их вроде бы ликвидировали. То же самое, ну это один из таких небольших примеров, которые пока движутся, но очень сильно растянут во времени. То же самое введены многие ликвидационные процедуры в нескольких дворей контролирующих органов идет передел их функции, разбрасывание, рассредоточение, но самой общей конструкции пока на сегодняшний день не вырисовывается. Поэтому в связи с этим мы не видим тех изменений. То есть глобальный план, возможно, он есть у правительства, надо в это верить, во всяком случае. Но на сегодняшний день эти точечные перестановки, они не приводят к сдвигу реформы в целом. Поэтому никто, естественно, из нас не ощущает ничего, потому что пока это только очень мелкие подвижки. Да, спасибо вам большое. Интуитивно я смотрю, предприниматели все равно идут на перемены. Это тоже хорошо, поэтому объединяйтесь и защищайтесь. Спасибо.